Халкидонский собор в 451 году вынес решение, выслушал аргументы всех сторон. Сделали такое простое решение. Один Мессиет, один Христос в двух природах остается соединенным в одной личности, без смущения, противоречия, безраздельно, неразлучно. То есть, это одна личность и одна позиция. Он не может раздваиваться. На что римская церковь обвинила нестарианцев и евтихейцев в ереси и огласила их еретиков. То есть, она не согласилась с этим вопросом. При всем том, они пытались что-то сделать, но не согласились. Объявив их еретиками, навсегда разорвали отношения. Удивительно, что участники дебата полагали, что наш человеческий разум может определить божественное намерение Бога в Ешио Мессии. Они пытались определить, да, нет, нет, даже на сегодняшний день, дайте мне позицию, кто за кого отвечает в Троице. Понятно, да? Чем описывать его сущность. Я говорю, мы как бы пытаемся, что Бог от нас хочет, чтобы мы делали относительно друг друга, как мы служили бы Ему, нежели Бог заинтересован в том, чтобы мы думали, каким Он есть и каким Он должен быть. Такое было отношение и ранее мессианской общины. Если вы заметили, что они увеличились, они евангелизировали, они собирались, они заинтересованы были не в том, чтобы философски рассуждать о том, что Бог, кто такой Бог. Они больше заботились о том, чтобы как сделать, чтобы Евангелие было проповедано. Благая весть, что Ешуа оставил небеса, Бог явился во плоти и умер за нас, чтобы мы были свободны. Позиция была понятная. Вторая позиция, основание, от которого ушла ранняя церковь, это было иудейские отношения к Писанию. Иудейское положение, относительно Писания. Что я имею в виду? Если вы возьмете по учению отцов, это основы, это достольная книга иудейских мужчин, женщин, основы. И там не только проявляется глубокое почтение перед Богом, как Творцом и Царем Израиля и всего мира, а там же идет огромное уважение к Слову Божьему, к Торе. Чаще всего говорят, это люди Торы, к евреям говорят, это люди Библии. Но иудеи научатся тому, чтобы обязательно проходить изучение Торы. Они обучивают тому, чтобы самостоятельно евреи читали Писание, чтобы знали свои священные Писания. В каждой синагоге был такой обучающий центр. И до сих пор, если вы будете в синагоге, там будет всегда изучение Торы. Там всегда идут библейские уроки, изучение. Каждый мог об этом узнать. И фактически об этом же и говорят апостолы. Если вы помните Деяния апостола, 15 глава, что «И закон Моисеев имеет проповедников в каждом городе». То есть, говорит с вами, если ты хочешь узнать, ты можешь, ты должен это знать. Фактически, современные иудеи, которые мы говорим, светские иудеи, им до одного места изучения Торы. Но изначально так не было. Изучение Торы было основной позицией для еврейского народа. Кто из вас смотрел скрипач на крышек? А? Я понял, вам неинтересно? Я смотрел, но не знаю, что ты смотрел. Если раньше было высказывание, смотрю в книгу, вижу юрт, юрт. Да, то есть я смотрю в кино, смотрю в кино и то же самое вижу. Всякая ерунда. Но там есть такой момент интересный. А Тавия Молочник говорит такие слова. «Сладчайшей вещью из всех было бы то, чтобы он мог бы сидеть в синагоге каждый день, изучать священные книги с учениками и с мужчинами. Для Тавия это была высшая цель, самое лучшее наслаждение. У нас сегодня говорят по-другому. Ребе говорит, я хочу служить. И поставить бизнес так, потом служить. Этот человек говорит, самое лучшее для меня это, чтобы не зарабатывать, а быть у ног Торы. И фактически на этом основана еще и Псалом 101, да, Псалом 1, помните? Что там написано? Блажен муж. Что? Все, он блажен. Самое главное, что если он мужик, если он муж, он уже блажен. Он уже блажен. Итак, давайте я почитаю его. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и все, что бы ни делал, он бы успеет. Смотрите, позиция еврейского народа именно такова, чтобы изучать, изучать слово, изучать. Ишуа говорит, вы хотите иметь жизнь вечную? Говорите, следуйте Писание. И он говорит, не просто так почитать, а исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне. Позиция первой общины, первого века очень проста. Изучать, следовать и послание к Тимофею. То же самое говорит о том, чтобы изучали, чтобы он был наставлен, вовремя и навовремя был, что он говорил на основании апостолов и пророков. То есть, посты и послания к Павлу, Тимофею были основаны на том, чтобы было изучение Торы. Фактически, почему он говорит так? Он говорит, бабских сплетен, удаляйся, ненужных споров, удаляйся. Потому что у тебя есть уже что-то есть. В вере твоей бабки, ледокие, да, ты получил что-то. Он был евреем. По маме, по бабушке он был евреем. Поэтому Павел его взял и обрезал ради иудеев. В этой общине, которая достигала до 100 тысяч человек. Да, он был пасырем, служителем там. И при всем этом Павел говорит ему, что ты уже многое что знаешь из Писания, оно есть. Почему он знал об этом? Потому что фактически, когда мальчик рождается, поэтому существует такая поговорка, ну, как бы сказать, на постсоветском пространстве. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Это относительно обрезания. «Семь дней прочитал, на восьмой его пацанат брешь». Он становился частью, по закону Израиля, иудейским законам. Но при всем этом, в три года мальчика начинали учить, или там девочку начинали их учить, учить грамоте. И самое интересное, что грамота записана в 118-м псалме. Псалом 118-м – это азбука еврейского народа. Они должны были его знать. Вы там не найдете, там по-русски написано. Но там начинается, там несколько стихов, но начинается «Алев». Они начинали петь. У нас тоже раньше пели, чтобы запомнили дети, азбуку. Там тоже какие-то песни были. Вот так же само и еврейские писания. Они поются, и мелодия есть. И в 118-й псалом он именно назвался «Алев», да, там «Ах». И начиналась распевка вот этих стихов. Раз, и бейт, и это вот назвалось «Набет». И пошло, пошло. Вот это была азбука, она запоминалась. И к 13-ти годам, к 6-ти годам ожидалось, что иудейские дети могут уже писать и читать на иврите. Это ожидалось от них, что дети будут читать и писать. Хотя и написано, что апостолы были неграмотными, да, вот как бы так. И многие как бы наставляют о том, что они были именно неграмотные. Но если так были неграмотными, тогда зачем нужно было говорить во 2 главе Дианя Апостола, где написано, что елены были возмущены тем, что подняли ропот, что их невдовы были пренебрегаемы раздаванием пищи и все остальное. И там написано, что апостолы сделали собрание, выбрали дьяконов, да, а сами говорят, а нам самим пойти нужно и что? Изучать Слово Божие. Это что, они пошли в школу учить языку? Нет, фактически это и требовалось от еврейской семьи. В 3 годика начинали учить, к 6 годам они могли читать и писать. Мало того, что уже к бармицве, то есть к 13 годам, они знали почти все псалмы, все псалмы, которые даже наизусть, они распевали их, потому что это все пелось и в синагогах, и в благословении и так далее, и в доме они все было распевали. Плюс изучение начинали торы они из книги Левит, там, где должно за что быть. Не из бытия изучалась Библия для детей, а из книги Левит, потому что там идет наставление, за какие грехи, за что, принципы, и что за что отвечает, что делать, что не делать. Обычно уже в 13 годах на память знали многие отрывки из Писания, то есть и Левитам, и другие. Я не знаю, как на сегодняшний день в иудейских общинах, но до недавно, до войны изучение торы было очень на высоком уровне, обязательно. Этот же принцип используется в исламе. Если вы посмотрите, они фактически днями напролет, они имеют те же самые молитвы, те же самые письмена, и они распеваются, 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 чтобы понимать и знать, и помнить это. Конечно же, оно подсознательно и становится религиозным, но при всем этом есть понятие такое, как изучение торы. Мы видим это послание Павла к Тимофею, чтобы он изучал слово, чтобы он не боялся. Когда церковь отходила от иудейских корней своих, терялось и отношение к слову. Церковь начинает развивать концепцию изучения и мировоззрения со стороны более языческого подхода. Вот, что заключалось в греческом мировоззрении. Не обязательно каждому христиану знать Библию. Не обязательно. Мы все духовные. Христос внутри нас. Ибо Он научит нас поставить на всякую истину. То есть, сверхъесте изучать Библию не обязательно. Что иногда откликается еще во многих общинах и церквях до сегодняшнего времени. Глубокое изучение Библии было запрещено. Но было закреплено за профессиональным духовенством. Те, кто хотели изучать и быть профессиональным духовником, священником, они должны были научены, чтобы не перейти в те границы, которые были, каноны, которые были в церкви. Это была модель языческих храмов. Изучение религиозного действия, храмового служения. Именно лидеры храмового служения, этих всех храмовых служений, и Артемиды, и Аполлоны, и все остальные, они были посвящены в сокровенное, вот именно религиозное действие. Больше никто. Мы будем изучать еще потом труды Дэн Джастера, одного из лидеров мессианского движения. И он у нас будет преподавать в октябре месяце, 26 числа. Будет вместе с женой. Он пишет, основная иудейская истина заключается в том, что каждый человек отвечает перед Богом за то, что самому нужно читать слово, преподавать это слово своим детям. Ответственность. То есть основой для иудаизма. Ты читаешь, ты знаешь, ты преподаешь и передаешь детям. Предполагала, что каждый еврей знал и читал, писал и помнил Писание. В церкви в причине языческих иерархических взглядов миряне не могли быть учениками. Они просто были безграмотны. Они не исследовали Писание. Даже к средневековью, когда подошли некоторые простые люди, и даже многие короли и священники были неграмотными. Изучение Библии закреплено столько было за духовенством. И классически оно уже было на латыни к этому времени. Что трудно было сделать для, например, немцев, или британцев, или русских, которые говорили на других языках. Все было уже сделано, канонически введено в более латынью, латынское языковое. Есть один пример. В 1517 году в конвентрии Англия пятеро мужчин и две женщины были сожжены на костре за то, что учили своих детей Господьей молитве и десяти заповедям на английском языке. Тяжело, да, думать об этом? Бог говорит так. То слово, которое было наставлено апостолами, и говорит, изучать слово постоянно, быть, пребывать в слове, пребывать в учении апостолов, было оставлено. И то, что ожидалось массовым познанием Бога и изучением слова Божьего в малых группах, оно отсутствовало. И так как римлянам, 12 глава, с первого по второй стих. И так, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тело ваше, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Другими словами, он говорит, не будьте похожи на этот мир, но познавайте Бога через его слово, потому что иначе Бога нельзя познать. Нельзя просто чувствованиями или же духовным миром познавать Бога. У Бога есть принципы, которые нужно его познавать. Есть законы, по которым он действует. И вот христиане именно отходили от этой позиции, позиции иудейского исследования, и описания. Третья позиция – это удаление от иудейского акцента дома. То есть, почему я говорю об этом? Потому что, если вы помните, что первоапостольская община, они оставались на изучении слова, они пребывали в еврейском образе жизни, и один из них – это позиция иудейского дома, еврейского дома. Фактически, если вы возьмете сегодня, я вам так прямо буду говорить, Украина является христианской страной. Правда? Христианской страной. И христианская жизнь многих так называемых верующих сосредоточена вокруг церкви, то есть здания. Я вижу очень мало верующих, которые сфокусированы вокруг своего дома. Практиковать христианство у себя дома. Понимаете, что я говорю, да? Разве что там наставят иконы, но это не практика христианства, это всего лишь религиозный вид, или же суеверие, которого научены люди. Но и иудейский образ, он немножко другой. Довгевич пишет, иудаизм пережил преследование во всех поколениях. Благодаря тому, что структура и функционирование религиозной жизни была сфокусирована в доме. Она пережила, иудаизм пережил гонение, уничтожение, но он сохранился, как таковое, почтение Богу и семье по причине практики в доме. Многие синагоги и места молитв, они были разрушены. Но практика, она сохранялась. Мы видим, что даже все праздники, которые говорят, вот праздники мои, они сфокусированы на отношениях в семье. Пасху нужно было брать еще одну семью, или самому можно было это сделать. Если семьи бедные, они должны были скинуться все вместе, и сфокусированы на домашнем состоянии. Суккот. Простой праздник Суккот. Этот праздник строился, строилась в Суккот, строилась в шалаш, и вся семья жила в шалаше. Понимаете, о чем я говорю? Бог предусматривает, что отношения в семье и религиозная жизнь семьи должна быть активно, действующая. Большинство людей сфокусировано были в это время уже на храмы. Помните, мы рисовали, Константин начинает строить дома, именно вот церкви, и туда люди начинают приходить. И он запретил домашние группы, он запретил отношения, именно в домашних отношениях. И дом был маленьким святилищем. Как мигдаш, такое маленькое место, где вот уютности и молитвы. Отделенным местом для поклонения Богу, изучения слова, и местом гостеприимства. Сегодняшние христианства не понимают того, что ранее общины не было собственных зданий. И наше поклонение, как таково, настолько привязано к зданию церкви, собранию церкви, что мы не представляем в себе понятие, что значит поклоняться не в церкви. Понятно, не вне здания. Очень мало людей, которые представляют, что это возможно. Если мы изучаем Библию внимательно, жертвоприношение в Скинии не было ежедневным в Израиле. Ну, я имею в виду, как во время тех, которые Бог говорит, вот эти праздники должны были сделать. Мы понимаем, что некоторые праздники обязаны были прийти, три праздника, которые все обязаны, мужчины были прийти, а остальное было сделано так, чтобы человек им не было ответственность именно в своем месте. До Вилонского пленения понятия синагоги даже не было. О чем я? Если место поклонения было, например, Иерусалим, место, где был храм, как людям, которые находились на севере Израиля или в других местах, им нужно было сохранить свое еврейство, сохранить свою позицию. Они же не каждый день приходили на храмовую гору и устраивали поклонения и хвалу. А может быть, она и приходила каждый день, там час молитв написано, и они каждый день собирались на храмовой горе и проломляли хлеб там или в других местах по домам. То есть, может быть, и собирались общины какие-то там каждый день, но в основном позиция вот иудейская была о том, чтобы сохранить это все в доме. В Библии большинство праздников они связаны именно не с синагогой или храмом, они связаны с семьей. Один из них это шаббат. Шаббат – это время семьи. Это время, когда мы вспоминаем о том исходе, который был сделан израильским народом. «Сжигая свечи, благодарность Богу, чтобы помнить об этом дне». В это время в шаббат полагается петь песни, веселые песни, радоваться. В начале трапезы поднимал отец чашу, благодарение, благодарив Бога за общий хлеб, за вино, благословлял детей, ломал хлеб, раздавал детям. И устраивались общения вокруг Торы, Слово Божие, обещания, которые Бог дал, и что Бог будет делать, и что Он сделал. Шаббатный трапеза, шаббат, он являлся всегда радостным мгновением жизни и семьи. Они тяжело могли работать, целую неделю, но в этот момент они сосредоточились на том, чтобы прославить Бога. В центре всего становится Бог, который заповедовал хранить этот день для того, чтобы отдохнуть в нем. Поэтому и был фокус на этом. Часто приглашаются соседи на трапезу, друзья. И Довгович, такой есть один из писателей, писал, что общение еще наслаждались даже после того, как давно погаслись шаббатные свечи. Это время планирования, слушания, делания чего-то такого, делового разговора и веселья. И понимая, читая Новый Завет, Бихтажа, что шаббат, шаббатное празднование было центральным элементом духовной жизни каждого члена ранней общины. Я имею в виду, что вот то, что написано в Бихтажа, в субботу очень часто вспоминается, что в субботу Иешуа исцелял, хотя его обвиняли в том, что он не должен был это делать. В субботу он кормил людей. Я верю, лично это мое понимание, что это было основным элементом формирования и структуры успеха ранней общины. Семейные отношения, внутреннее понимание, семейный, вот видно, еврейский дом, это часть, которая привлекала людей. Как иудеев, так и не иудеев. Тогда даже не было понятия, что типа вот это антибиблейское. Или там мы типа в Новом Завете. Новая именно община уже 3-4 века теряла, особенно после реформы Константина, теряла еврейское положение. И они отошли именно от позиции еврейского дома. Каждый раз, когда люди пытаются начать домашние группы, я вам скажу так, мы несколько раз пытались поднять домашние группы у нас в общине. И очень часто они каким-то образом не приживались, либо какие-то движения происходили. Мы уже смотрели несколько разных позиций и форм и нейбора, и альфы пересматривали, переделывали. И знаете, когда я начал изучать Писание и смотреть, что там дальше происходило, думая, это лично мое мнение, это лично мое мнение, что фактически, вот я по словам скажу, что люди, которые, еврейская община, которые первого, третьего столетия знали, что такое семейный дом, еврейский семейный дом такой, где праздновали праздники, где праздновали шабаты, где каждый знал, что такое чтение Писания, что такое молитвы, что такое благословение детей, жену, соседей, кто мог служить пищей и так далее. И понимая, что до сих пор в еврейском шабате существует такая позиция, как женщина, которая всю неделю делает покупки, остались какие-то мелочи, откладывает с деку, то есть помощь для бедных. Понимаете, да? И понимая это, что это была природная жизнь евреев, у первой общины не было проблемы с лидерами. Понять, о чем я говорю? Нет? Они были, естественно, они были взросшены в том понимании, что они изучали слово с детства, они знали молитвы, они понимали, что требует от них Господь, они понимали сущность Писания, они знали праздники, они участвовали в этих праздниках, шаббат это было централизованной позицией, где приглашали людей, где можно было петь песни, молиться за людей, благословлять близких, родных, то есть семейные отношения, поэтому у первой общины, первого, третьего века не было проблемы с поднятием лидеров, они были естественные, были природные там, поэтому, если уезжала какая-то семья куда-то, они продолжали этот шаббат, они продолжали изучение слова, они продолжали благословлять людей, и поэтому они привлекали людей к себе, и можно было расти, понимая, что многие общины, церкви, и они развиваются домашними, понимают некоторые вещи, многие не понимают, потому что есть нехватка лидеров, постоянный вопрос, где взять лидеров, надо учить, надо употреблять, и я честно говорю, что я размышляю, и давно уже говорю о том, чтобы вся община перешла в шаббат, именно в празднование вечернего шаббата, в семье, в группе, они смогли бы вырасти в этом, они смогли бы изучать слово, они могли бы знать, как молиться, они знали бы молиться за друг друга, благословлять, помогать друг другу, и фактически, через 3-4-5 лет, которые люди практикуют данные действия, они могли бы автоматически стать лидерами, их ничего не смущает, даже мои дети, когда они ехали за границу, они говорили мне, папа, одна проблема, никто не празднует шаббат, но я буду, я буду праздновать шаббат, и там они раз, там пятницу вечером, они там сядут вместе, сделают бруху, помолятся, и попраздновают, и говорят, тяжело, никто этого не делает, никто не понимает, но для них это наоборот, они не понимают, почему так люди не понимают, понимаете, да, вот этот момент, и я думаю, вот лично мое мнение, что для эффективного служения в еврейско-мессианской общине шаббат должен быть приоритетной стороной, не потому, что это суббота, и как бы доктринальная позиция, нет, это жизнь первой общины, они так жили, они так работали, они, в этом как бы весь смысл был, весь цимис, внутри дома они поднимали своих детей, дети привыкали к слову, видели, как отец относится к маме, как они относятся к соседям, как они благословляют, как они делают ужин, как они говорят молитвы, как они работают, и они, естественно, внутри поднимались, плюс, мы говорим, это как бы домашняя группа, она умножалась, им было интересно, и центральное собрание, это было частью богословения, именно, вот, благодаря иудейской традиции, семейного поклонения, почти для каждого верующего, не составляло проблемам, пройти молитву, поклонение, и богослужение, через слово Божие, не было проблемы, и тогда, как 30 человек, которые уверовала, первый раз, да, написано, они каждодневно преломляли хлеб, у них не было проблемы, что делать, потому что они были, что, научены, просто простота была, обыкновенная простота, подходу к этим вещам, и Деяние Апостола об этом описывает, что они преломляли хлеб, постоянно, Деяние Апостола, аминь, у первой обессианской общины, они были хорошо основаны, они были основаны, на еврейской позиции, для них не было проблематично, уехать в другие страны, и начинать общины, даже при сильных гонениях, они были, оснащены, простыми вещами, поэтому выражение есть, не еврей хранил в субботу, а суббота хранила евреев, имеется ввиду, что самопонимание, даже в трудности, в трудное время, в дни гонения, инквизиции, холокоса, в каких-то бараках, все остальное, евреи собирались, они делали молитву, они сосредотачивались на Боге, и они были подкованы, и вот община, церковь 4, 5, 6 веков, они отказавших от еврейского образа жизни, оттолкнули с себя позицию, что такое шаббат, как с ним общаться, что там делается, ушли от иудейского позиции, я не говорю, что нам нужно стать иудеями, не об этом я говорю, мы придем к этому вопросу, кто есть еврей, и четвертое, потери иудейского отношения к жизни. Если сегодня, если вы будете проповедовать на улице, и говорить о Христе или христианстве, чаще люди отталкиваются, потому что считают, что христианская жизнь, это скучная, жизнь, это очень завкнутая религиозная жизнь. Об этом нельзя было говорить о ранней общине, потому что фактически, когда не было философии, греческой философии, а был образ, еврейский образ жизни, было намного легче это проходить. соединение греческих философий пришел в такое состояние, как безрадостное отношение к самой христианству. греческий актицизм сделался для многих христиан как библейское учение. что это имелось ввиду? где бедность и страдания рассматривают как добродетель. если ты по-настоящему христианин, ты должен стать бедным, раздать все, и вот такое вот жалкое существование делало христианство именно таким вот безрадостным. даже до недавнего прошлого, до недавнего прошлого, ты в церкви улыбнулся, тебе ставили на замечание. Да, и если ты даже в храме какого-нибудь, там норма служения, это кислое лицо угрюмое, что ты страдающий человек, тебе очень плохо, и все остальное, ты только улыбнулся, или там как бы там повернулся, тебе говорили, что ты делаешь, ты богохульствуешь, и это плохо. Это было очень плохо. В средние века те, кто желал быть ближе к Богу, должны были принимать обеты бедности и уединение такого, знаете, вот нищеты, отшельничества, да. Отсекая себя от семьи, друзей. В буквальном смысле истязать себя в надежде на то, что физические страдания каким-то образом сделают тебя святыней. Это не библейская позиция, но она до сих пор присутствует в церкви. Иногда бывает очень в экстремальных формах. То есть, такими другими словами, мне это не нравится, но я знаю, что это полезно для меня. Мне не нравится, но я понимаю, что это полезно. Пост для многих христиан это неприятное занятие. Кто из вас любит и так аж ждет его дня, когда начать поститься? Навряд ли. Это как будто такое заставляющее часть этой жизни, и оно не очень приятное. Но когда вы, например, после поста скажете, а теперь гульня, давайте сделайте, соберемся и попразднуем, и покушаем, и все остальное, скажет большинство, говорит, вы бесчинствуете. Библейские основания вот такого для страдания, вот для поста не существует. Хотя написано, что вот какой я пост избрал, да, там типа разорвите свои одежды, повредитесь в ретище, вот потом отпустите измученных на свободу, и начинается разлежи узы ярма, и так ты говоришь, вот такой я пост избрал. Но вы должны понимать, что в контексте того времени, которое происходило, что происходило там, именно необходимо было этот момент сделать. Но Ишуа очень просто. его спрашивают, непонятно, а что твои ученики не постятся? Ну, не хотят, не постятся. Пока я с ними, зачем поститься? Ну, когда тебя заберут, меня, то есть, я их оставлю, будут поститься. И после молитвы не было таким каким-то странным вещью, вещью для для христиан именно в того времени. Иудеи рассматривают свою жизнь как добрый Божий дар. Это четко понятно, что иудейская община рассматривает, что твоя жизнь как этот Божий дар. И фактически они учат, что мы должны научиться в любой ситуации, в любых обстоятельствах принимать жизнь как какой она есть. И если сегодня день благоденствия, рассвета, наслаждайся им. Многие христиане игнорируют факт то, что Бог заповедовал иудеям каждый третий год приносить особое приношение от своих доходов и радоваться перед лицом Бога. Второзаконие 14 глава 25-26 учит. То применяй это на все на серебро и покупай на серебро все всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, секеры, всего, чего не потребует от тебя душа твоя и ешь там перед Господом Богом твоим веселись ты и семейство твое. Как это может быть? Бери, вот что захотел, покупай и гуляй перед Богом веселись. потому что слияние греческой мифологии и этих всех философий заставляло людей вйти в гностицизм или же потом некоторых уединений такое, чтобы страданием завоевывать свое спасение. Большинство времени еврейское поклонение происходило в радости, благодарении Богу за все. И в этом песне мы поем все радостные песни. Вы заметили, еврейских песен скучных мало бывает. Почему? Потому что понятно, что если нам плохо, нам еще песен плохо дать, еще хуже будет. Поэтому если нам плохо, дать нам радости повеселиться. Многие христиане думают, что соблюдение шаббата это строгое и серьезное время, когда удивительно нужно себя по закону держать. На самом деле шаббат больше говорится расслабься. Ты был напряге целую неделю, а вот здесь расслабься. Понимаете, то есть шаббатив себя в покой, это значит что? Успокоиться от дел своих расслабься, перестань напрягаться. Ладненько, мы сделаем перерыв.